Если до 2012 года тарифы на коммунальные услуги увеличивались с 1 января, то в прошлом году федеральными властями было принято решение о переносе даты изменения тарифов на 1 июля. Так что в первом полугодии жители Ленинска-Кузнецкого будут оплачивать жилищно-коммунальные услуги на уровне прошлого года. Но говоря о том, что тарифы не меняются, мы говорим о равных условиях. То есть, например, если семья потребила в декабре месяце 3 куба горячей, например, или холодной воды, а в январе, соответственно, 6 кубов, то оплата, естественно, за воду горячую, либо холодную возрастет в 2 раза. Ну, соответственно, увеличится и оплата за канализацию. Если же потребление январское в рамках декабрьского, ну или, может быть, ниже, то, естественно, что размер платы сохранится на уровне действующего в декабре, либо снизится. Что касается отопления, по новым правилам платежи должны осуществляться только в отопительный период – с сентября по май. Но в Кузбассе, по решению губернатора Романа Тулеева, отопление будет распределяться равными долями в течение всего года. Если говорить о повышении коммунальных услуг с 1 июля 2013-го, то тарифы, которые устанавливаются на областном уровне, уже доведены до муниципалитетов. Так, например, стоимость одного куба холодной воды возрастет на 5% и составит 19 рублей 43 копейки. Стоимость водоотведения составит 15 рублей 60 копеек одного куба, рост 21%. Тарифы на тепловую энергию по ООО «Водоканал» увеличатся на 9%. И стоимость одной гигакалории составит 1537 рублей. Ну, вот если говорить о горячей воде, то в законодательной базе, в федеральном законодательстве произошли изменения. И если раньше тариф на горячую воду не регулировался субъектом, то на сегодня до нас доведен тариф на горячее водоснабжение региональной энергетической комиссии. И стоимость одного куба горячей воды составит с 1 июля 121 рубль 92 копейки. Но на сегодня жители у нас оплачивают 76 рублей за один куб. То есть рост, в общем-то, достаточно существенный. Выход – установка индивидуальных и общедомовых приборов учетом. Причем, если до июля 2012 года общедомовые счетчики горячей холодной воды, электроэнергии устанавливались собственниками по решению общего собрания дома, то сегодня ресурсоснабжающие организации имеют право устанавливать общедомовые счетчики без согласия жителей, но за их счет.